Матеряевский, она Куемщиди, Марина Демосфеновна, гречанка, в Греции присесть с нами. Ну мы едем с нами, всегда собака едет, восточноевропейская овчарка, ураган, 3,5 года, сейчас ему 4. И когда мы поехали, он перед этим только завоевал звание чемпион Сибири. Защитная караульная служба и общая подготовка. А мне это и надо, чтобы он защищал, мы ложимся спать где, а он рядом привязан, чтобы на него не наехали. И к нему тут не подойдет никто. Ружьящина не боится, а собаку боится. И вот только мы приехали, она принадлежит Сергею Павловичу Пупкову, он когда-то сам ездил, а сейчас на меня. И он документы перевел, хозяин Лапкин Игнатий Тихонович, его защипировали, за гривок у него чип стоит. Он уже как при антихристе живет у нас. Ну и собачий корм беру, везде все прививки сделаны. Ну и он сразу, а я дорогой-то был, я каждый день с ним маленько тренировался. Не только я его кормлю, я его кормлю, расчесываю каждый день. Из-под него там эти волоса убрать, он чистоплотный такой. И приехали когда, буквально я не знаю, ну сколько, месяц не прошел, тут соревнования. И он на них поехал, Сергей, Сергей. А у нас дома в воскресенье идут библейские занятия. Мы сидим там вокруг большого стола, люди, и вдруг звонок. Сергей Павлович звонит и говорит, мы сейчас выходим уже на стадионе. Помолитесь, чтобы у меня нормально там все было-то. Ну мы только помолились. Еще минут, ну не знаю, полчаса прошло, нет, он снова звонит. Ух, какая сила молитвы. Мой ураган-то стал чемпионом Сибири. Видать, нет? Вот это вот, он стал чемпионом Сибири. Это вот одна сторона медали. А вот это как, в поговорке говорят, обратная сторона медали. Где она, вот она? Павлович. О. Она позвалочная даже, да? Ну да, так чемпион. Почему чемпион Сибири-то? Чемпион России, Россия. Сейчас он чемпионом России стал. Был в Сибири, я приехал, а теперь ехать уже чемпион России. Ну, конечно, это чего-то стоит. То есть, так если сказать, так это, ну, собака, занявшая его очень высокое место. Это честь хозяину, ну, а нам это его охрана. Он не залает зря, ничего нет. Одно только слово, и он уже как в метеор летит. Любит очень играть, купаться. Мы там с ним, там, плаваем, где в Черном море, в Каспийском. Он лежит. А у меня нога-то подрезанная, когда мне операцию на позвоночнике делали. Она все время такая, как колоденькая. Вот. Ну, и поэтому я не чувствую, что... А он, как он определяет эту ногу, то пальцы-то лежит и начинает лизать. А собачий язык целительный. Это особое в медицине занимает место. Если он не лижет, нужно сметаной помазать. Допустим, язва какая-то, заскорузлая. И он лижет. Там особые очистительные бактерии. Вот так. Да. Потому что Господь нам такое благословение-то дает. Вы там все убрали, чтобы тормозить что-то ваше. Говорите, когда фотография. Движение ГУП не совпадает. Ничего там нет тут? Нет. Это бывает интернет иногда. Ну, это бывает такое. Ну, да. Ну, когда мы были, где приезжали, где ставка наша, шахта Ростовской области-то. Ну, где мы были там в Грузии. Где там можно было спать в Германии. Ребята-то наши Николай Крущина и Виктор Савченко. Они в дому. Я никогда не ухожу. Я с ней сплю. В купе в своем. В салоне. Он рядом около меня. Поэтому, во-первых, я машину очень ценную. Одну оставить не могу. Ну, а так мы... У нас стопроцентная гарантия. Стопроцентная. Что врасплох не застанешь. Никак там. Не говорят там ночью колеса снимать или еще-то. У нас было как-то. Пристали они. Плати там деньги, стоянку-то. Я чуть-чуть только пошевелился. Он как рякнул в Румынии было. В рассыпную все от него. И все. В другом месте так же было. Мы тут уральских ребят пересекали и ночевали в одном месте. А там ничего не подготовлено. Мы там притулили сторонки-то. Подходит, один деньги платить. Я говорю, мы едем с миссии, с нас деньги не берутся. Он никак. Я подхожу с собакой, так, просьба, отойдите отсюда. Все, отошли. Там других там щипят, а к нам не подходят. Ну, конечно, мы молимся. Мы стоим никому не мешаем в стороне. Совершенно в стороне. Они там вообще место такое, ничьё. Но кто-то решил там попастись. Да, да я знаю, свет тоже нет. У меня водолаз был и колец. Я была такая общая... Черного света подел? Ну да. Вот я собаку не тоже имел дело. Ну, не настолько же дрессировка, как я познаю, что такое дрессировка. Это сложное дело. Я занимался в уголовном розыске. Я не дилетант в этом деле. И когда выпускной вечер у нас был, ну, там не вечер, называется ночь, нас вывезли в юбилейный парк. Экзамены там сдавать ночью. Преступником задерживали. Моя собака заняла первое место. Я любил очень много занимался с ним, но условия были очень трудные. Вот эта собака, которая сейчас чемпионом России стала, то по нашим меркам она бы была, ну, допустим, во втором, в третьем классе школе. А их 10 классов, да ещё высшее образование. Так вот у нас было-то высшее образование институт. Много часов пройдёт, а человек пробежал где-то. А я даже не знаю, скажем, вон там пробежал человек. Я её пускаю, она сама находит след, и дорога, что он бросал, до одного окурка. Или где-то стрелял. Она все патрончики должна найти и мне поднести. Самое трудное, когда кто-то стреляет, чтобы собака в обход взяла, проползла и сзади набросилась на него. Очень трудная команда. Это длинная такая верёвка, как её там подтягиваешь, учишь, чтобы она нигде ничего не брала. А сейчас это док-хантеры-то ходят, они тысячи собак потравили, ну, они как бы ничьи. А другой вышел недавно у меня тут знакомый, ну, близкий мне человек-то. Собачонка только отскочила, что-то охватануло, и он подошёл, она хрипит, всё сдохло. А у меня так, что он любит? Я знал, он любил жареную рыбу и сметану. Я оставляю, и всё. Ухожу там через полдня, как стоял, так и стоит. Ничего не тронет. Собака-это друг. Я просто с детства мы держим собак. Отец-инвалид войны у нас, у него руки так не было, и пас овечек. Овечек больше тысячи. И надо было охранять, всегда было две собаки-волкодавы. Верху мы на них ездили, в санки запряжёшь, и он один, там человека три сядут на санке, он прёт у тебя только. Ну, один с двумя волками дрался. Собака, если она хозяина любит, она отдаст жизнь, чтобы продлить жизнь хозяина хотя бы на одну секунду. Даже она знает, что тигр в ней наводит ужас, и она всё равно бросится, чтобы он успел перезарядить ружьё. Вот как. У нас отец рассказывает, такой случай был у них, там, в Рязани, где он жил. Но он, видимо, слышал от кого-то. Он каким-то инспектором был, начальник-то. Ну, а с ним, этот, большая собака была. И когда волки за ним гнались, а собака-то, и он, волк, вступил с ними в схватку. А хозяин-то, у него пистолет был с собой, там, всё, и наган. Но он лошадей-то разогнал и не остановился домой, приехал, и жене рассказывает, что ты бы хоть как-то помог, стрелял. Нет, говорит, там не поможешь ничего. Ну и пожалковал, лёг спать. Утром-то выходит, а он на крыльце весь израненый лежит. Собака-то. Он как-то сумел там, что-то, может, порвал кого-то и вырвался-то. И хозяин только обратился к ним, он как бросился в горло, всыпился и задушил его. Хозяина. Да, вот так вот. Не знаю, вот у меня кот тоже ему сколько, 11 лет. Настолько умный, что у вас хима, вот вот, что у него прям глаза, настолько разумный, глаза и мне, ну, раздумается. Господи, ну, неужели они уходят в небытие вообще? Неужели они не возражаются никак? Такие разумные существа, что они у них не в небе, которые даже... Да, Господь сравнивает человека. Болл знает владителя своего, осел господина своего. А народ мой Израиль, весь Израиль не знает меня. Народ не знает. А когда Иоанн Златоу начинает сравнивать, он приводит определенные качества, которые отображают суть животной. Хитрость, свирепость, злопомнение верблюда. Верблюда, он там полведра соплей на тебя кинет. Змея там... А у человека все это в нем. Он перечисляет далее и говорит, ни с каким зверем не могу сравнить человека. Может быть, с демоном сравним его? Начинает перечислять. Демон, говорит, не блудит. Демон-то. Не сребролюбствует. И однако тебя Бог призывает, а не их покаяния. И ты можешь победить. Сильнее любого хищника, быстрее любой птицы. Почему ты так себя поставил-то? Смысл такой. Я не рад. И батюшка у меня недавно был один из Белоруссии. И батюшка, ну я вот к некоторым людям приходит. Я даже говорю, вот это животное, учитесь, насколько они кота, кота или собаку там, вот хозяин ударил, да, вот стукнул сильно, ей больно этой собаке. Она только лазится к нему, лежит ему ночь, к этому человеку. То есть совершенно никакого злопамятного. Как вот научиться можно от них, когда они вот все-таки стали с людьми. И, как я говорю, с беззаконниками. По своим законам. Они даже свои законы уничижают. Там мы, как-то, прогибаются. Вот. В том случае такой собачонка, там какая-то стекла по улице. Вот ее бил каждый прохожий. И подходил, и бил. И она все равно потом вот, он ее уже такая, да, шелая вся стала уже. И все равно вот она, он ее бьет, а она к нему скулеет членит, к нему глаза зарядывает. Пожелете мне хоть что-нибудь, пожалеете мне. Как говорят, мировая история пошла бы другим путем, если бы Бог не дал человеку лошадь. Вот от кого зависела. Мировая история, оказывается. У нас есть такое, здесь песня поется, на мои слова, Виктор Николаевич Савченко поет. Корова. Бог дал, говорит, разных и хороших. Но корова во дворе начальник. Кормилица. Я как бы все вспоминаю, историю, как поклонялись. Оф. Ну, ты знаешь, она действительно, вот и показывает, пишут тоже, она же действительно здоровая была, вот как кормилица, и, как говорится, она почетом, таким вот, пользу, вот таким уважением, что к ней с уважением подходили, и как бы с почтением и общались с ней, с коровой, так же. То есть она же целую, целую сию выкармливала, вот такие вот, в такие влюминации. А сейчас иконы на поле везут, и как убивают, показывают, и держалась-то вообще. Они смотрят, глаза моргают, слезы текут у них, как они их, и, ой, страшных дел. А вот говорят, на мясокомбинат, когда заводят, там, корова, лошадь большая, у них слезы текут, плачут. Я там видел, видел одно, она плачет прям. А вот смотри, как Господь дал, и апостол Павел это выразил так, восьмая глава послания к римлянам. Вся тварь в совокупности на этой мучается и ожидает усыновления сынов Божиих, человека. И она освобождена будет от рабства тленю, свободу, славы детей Божиих. Когда человек освободится от всего. Вечности будут и коровы, и лошади, и собаки. Но эти не воскресают, но в раю же они были животные, он давал им название. И опять будет вернется. Вернется вот тоже. Я думаю, ну будут ли там голуби? Голуби там будут. Я не знаю, у меня вот вера такая есть, что все равно с каждой куку, с каждой издели, в целом, мне кажется, возрождается как-то. Потому неужели тоже вот сколько они терпят, и от людей сколько терпят и мух, и животные, и все. Неужели оно просто так рождено? Вот один человек, это есть такое, он молился все время и с ангелом разговаривал как с человеком. И говорит, ангел, смертный сейчас меня не покинь. Сделай переход в другую жизнь как-то безболезненный такое, тихое, безмятежное. Это есть такое даже молитва. Ну и ангел, когда пришел, он опять пошел прогуливаться, с ним идет и опять говорит, ты там уж замолви перед Богом, то чтобы мне как-то, ну, вот это сосед проснулся? Сверли, да? Или еще? Сверли, сверли, сверли. Я только о нем подумал, хотел спросить, думаю, не надо будет измерить. А вот оно и есть. Ну и ангел говорит, ты оглянись назад. Он оглянулся, смотрит там скорченный какой-то человек. А кто это? Ну, подойди, посмотрю, он подошел, а то он лежит. Уже душа вышла, он идет с ангелом разговаривает и не знает, что у него одна душа такая идет. Так вот я про тебя хотел сказать. Ты вот лежишь и когда ты почувствуешь, что ты идешь и ничего не болит, знай, что ты уже на том свете. Твоя храмина отстрадала, она тебе как ключ поможет взойти к Богу, если ты не будешь роптать. Я мечтаю об этом. Ты, вот представь себе, ты бы сейчас, где ты был, вот если бы ты не больной-то был-то? Да ты бы разговаривать со мной не стал, дорогой. Да еще чем-то заниматься, да вот то, что тут, ой-ой-ой, даже поминать не надо. Я говорю, вот одна была знакомая нашему батюшке, я с ней переписывался, Людмила. Она была кандидат-мастера, кажется, конькобежская. И она как крутилась, и конек попал в эту, в щель. Нога намертво встала, а она продолжала еще крутиться. Ее там нервы, это все это размочарило, и она лежала парализован. У нее руки как-то вот так вот, вот так вот, вот так вот все. И она вязала, батюшке свитер связала, описала ртом, что ли она, мелкий такой почерк. И она говорит, вот я уже, ну вначале-то ясно дело была недовольна, а потом уверовала, потом стала Бога благодарить. И сейчас бы сказали, вернусь мне назад, в мое здоровье, но быть неверующим, я бы не согласилась. Это что, я тоже встречал людей, ну, мало, конечно, есть люди, там монахиня одна есть, то есть, ты вот это ощущаешь, когда я в нем еще из этого впадаю, человек на сон, вот это вот ощущение Бога, оно вот сильно, тебе вот оно прямо прикрепляется, это фундамент, от этого невозможно отказаться, я просто боюсь, они мне говорят, поехали, там на улице, там, глянь, природа, все, я говорю, не видел я эту природу, ничего, что я там не видел на той улице, я говорю, я боюсь, чтобы ходить там, матом рукавицы, мне страшно, они курят, ходят, пьют там, дети ходят, пиво, все, я такого не видел никогда, я не хочу такого видеть. У нас вчера в гостях был Володя Сурала, Пищников, обратился, принял крещение, с сыном приехал, ну, да там он хороший, вот приедет, потеряет, все комбайны, все трактора, все машины на ноги поставит, которые не работали. Мастер, ну, он сейчас какой-то открыл общество, там, ремонт, вот эти, долгостроя, это, долго... Дальнобойщики. А? Холодильные установки устанавливают у них. На машинах. На машине. И вот увидишь, если вот в это воскресенье посмотришь, он там стоит, где-то, у него плещи, у нас ни у кого таких нету. Он, он стоит, и у него прямо, вот я стоял, так, вот этот вот у меня плещи, вот такие вот у него. Вот так он весь прямо. А пацаненок у него в школе был, ну, вернулся из лагеря-то, а там же проверяют их, и объявили, что самый здоровый в школе сережка пищников. Он как сбитый весь такой, надо же. И вот это мужчина, почему мужчина, как даже в туалете рисует, воскресательно вот так вот стоит. А женщина-то, она вот так вот, то есть у ней вверху-то узко, а внизу шире. Так вот я говорю, Володя, ты пиво-то, видно, не пьешь, когда пьют, а то они мужчины-то, делается, ну так, женская конституция появляется у него. Но он заходит, и он, у него маленько руки, мускул-то распирает, как у этих уборцов-то, он вот так вот маленечко стоит-то, ну и вот таким. Я говорю, Володя, сколько же у тебя силы-то здесь. А сам благодушный такой. Ну, медведь сибирский. Я видел. Видел. Подписано. Вчера поехал. Добрый день. Что сказал? Добрые люди вроде бы. Да. Он поехал, батюшку повез, а потом до Урывки, там село, 10 километров от Потеряевки. А к ним трасса идет, а к нам-то ничего нету. Но наши едут на снегоходе, снегоход оставляют, а машина там стоит, в Урывке. И они садятся и дальше. А сейчас Володя поехал, едет до Урывки, а там телефон-то уже позвонит. Староста приедет на снегоходе, ну и все. А когда воскресе, это они раз в неделю, но зимой-то, наверное, даже иногда и пореже, везут молочные продукты. У них сколько там деревни? Два снегохода? Женя, есть нет? Три. Три снегохода. На четыре дома три снегохода. Они доезжают до Урывки, снегохода оставляют, а машина там всю неделю стоит, до весны. Но потом наступает момент, проезда нету, и снег растаял. Но они тогда стараются машину сюда перегнать, а поездом ездят, везут продукты, а один приходит в машину, у меня во дворе стоит, забирает, и у нас тут неприятность была, еще не кончилась. На разъезде не останавливаются поезда. Связь со внешним миром, а это четыре километра всего только. Ну и посчитали, что колодки стирает, а доход маленький. Ну мы пошли, батюшка пошел сам, там к начальнику дороги, представители президента зашли. Ну и они уже продают, билеты, а поезда не останавливаются, и с билетами везут за 20 километров, оттуда пешком идут домой. Вот сегодня только звонят, увезли нашего брата Виктора Савченко. Не остановился, а билет продается. Вот надо же как. Я говорю, вы сами виноваты. Вот если я еду, а предпоследняя большая станция, я бегом бегу к машинисту, я здесь лазить буду. Ну скажи помощнику, чтобы не забыть-то. Ну они останавливаются. Они сидели, понадеялись, русские. Ты же знаешь, дороги начальники, а тут совместилось вместе, дороги начальники. Что-то сегодня у вас, это, яркость прям вся, такая мутная, это. Может быть, забрызгало, что-то там, а что-то, нет? Нет. Вот там, вверху-то, вот это, глазок-то. Нет, он с пирата, хорошо видно было. Нет, это не с этих. А, ну, это атмосферное, то снег-то летит везде. Ну да, это в интернете бывают такие. Ооо. Такие вещи. Значит, ты сегодня просчитал, а еще сам ролик-то ты его видел, когда беседуете москвичи-то. Сысоева, где этого? У меня, у меня, у меня, у меня, какое-то невинование, такое, прям, какое-то волнение по всей душе. И, знаете, без них. Отца Даниила Сысоева, храм, и там, вот эта молодежь, и они вчера на меня вышли, а я результат этой беседы-то вам и послал, и сам ролик-то записали, а меня сейчас спрашивает, отец Сергей-то, а почему они, это, весь глазкатый, я говорю, такое задание им было дано, не засветиться. Это они компромат собирают. вопросы четко, строго выстроенные у него. Не говорил ли я, что против патриарха. А я говорю, это у евреев, хоть десятого колена полукровка, но она нигде пользы не делает, эта старушонка живет-то. Но в ней еврейский характер. Им одно задание только дают, чтобы никому не разрешайте плохо отзываться об евреях. Все. Правда, неправда, они не знают. Это непростое. Это означает беспокаяние и остается человек. Я говорю, вот у вас точно так же. Вы же понимаете, все гниет, все разваливается. И не говори, только что угодно говори, только чтобы не был пророческий дух. А тогда ничего и нет. Тогда вообще можно не разговаривать. Ну, сразу вам дал понять, что он хороший друг этого НТО. Скажи мне, кто твой друг, и я отвечу, кто ты. Так НТО, это не его фамилия, это придуманного у него. Я знаю, что это. Ты знаешь, что фамилия? Царионов. Царионов. А я его НТО, я расшифровал это как. Если бы был Л, то НЛО, неопознанный летающий объект. А так НТО, я говорю, неопознанный, таинственный объект. А когда откроется, все узнают и скажут, а как же так мы думали? Вот когда... А, ну, говорите. Собачье сердце, когда видят, что ничего нельзя сделать, он снова ему гипотез с собачьим вставил-то. И он уже спутанный и сидит, и выскочил, когда пришли-то, думали, человека убили. Так это собака была. Нет, не собака, которой пришел-то, начальник-то, а человек. А он говорит, может о нем говорить? А он выскочил, а он в обморок, еще упал. А почему он такой-то? Вы его таким сделали. Вы его травили все время. Он бы человеком оставался-то. Вот этот, неопознанный-то объект, я его назваю, таинственный объект. И в конце концов, придется сказать, и это был человек. Вот. В какой момент, какой гипофиз им привили? Да разве у христиан это положено так вести? В городе срывает, говорит, майки там, вот вчера они на меня тут навалились, у него ни почтения, ни к знаниям, ни к старшему, ничего нет. Он заглотку берет. Это горлохваты. Там ничего нету от веры. Просто хамье я говорю. Все. Разве же можно так? Там. У них... Мне сейчас что-то, говорю, мне страшно. Садок, прямо как... И дело в том, что, я думаю, еще они будут выходить на вас. Возможно, и русские люди. Потому что, вот это уже второй раз, такой, месяц садок, уже все подобное. Я там участвовал в этом деле. Я просто подтверждаю, что они еще могут уже только через другие придется. И я шучу, хочу сказать. Видимо, это в Москве сейчас дух такой вот. Они москвичи сейчас все такие. Я вот сколько, если вижу грубой, какая-то вот прям злость идет от человека. Прям закажу. Москву, а точно, Москва, москвичи все. И понимаете, как вот сейчас добрые люди, я тоже общаюсь с некоторыми, сейчас уезжают из Москвы, вот задают квартиры и уезжают. Вот это вот она злоба, я не знаю, она сейчас там, там прямо страшное дело. Страшные вещи. Когда они в этот театр-то ворвались там, представление прервали, а я потом стал молиться, и Володе говорю, может ты свяжешься? И правда, он вышел на него. И только несколько слов сказали, он сразу, это, Димитрий-то, он, еретики, там, сектанты, там, что-то такое. И это точно теми же сами словами. Они просто похабные, ребята-то растут-то. Да как же так-то? Ты же на свои слова должен отвечать, знать ничего не знаешь. А я наизуи знаю, там вроде Библию, Новый Завет, но ничего она не знает. Я начал говорить, я сразу же чувствую, что это просто бахвальство. Если ты знаешь, обязательно Слово Божие тебя будет укорачивать. Это узда во рту. А здесь совершенно безузды, как бешеные кони. И отвечать невозможно. Отвечая, он гонит, в одно место надо. Но рано или поздно ты натолкнешься, где разговаривать будут не так. Пришло время, говорит, кабанчика резать. Ну а те-то их, кто поддержит, они надеются на что? А обязательно, я сегодня написал, тот, кто их поддерживает, это человек, запятанный в большой крови. Потому что они ведут кровопролитие. Она везде нарывается, и в конце концов Бог обрежет эту нить. Вы дадут кому-то задание, сколько в город выходит, допустим, они на 4 места, по 2 человека, сказать, 4 места, так, с 4-ех послать. И к вечеру ни одного нет. То есть они прям сами напрашиваются. Еще все мне вас как еще зацепило. Вы когда приглашите, давайте помолитесь, я вот такой, первый вид, если человеку говорят, давайте помолимся, рассталкивайтесь, и как-то вот, ну, в молитву подойдет. Он трещит, и говорит, а я молюсь. Я опять, ну, одну минуту, давай помолимся, чтобы сатана-то отошел. Он не понимает, что такое молиться-то. Он хохочет, трясет. Он начал смеяться, да. В тюрьме я сидел, в тюрьмах сидел. Ни один заключенный со мной так не разговаривал. Ни один. Было в одном месте, там один что-то начал говорить. Ну, говорит даже как-то так, косвенно. Я говорю, а я разве вам давал повода так разговаривать с тобой? Он сразу остановился, и на него сразу, как другие это, цыкнули, и все закончилось. А это он неудержимый. Он не понимает ничего, как будто это ровня какая-то его стоит. Вообще, у него субординации никакой нету. У него нарушено видение этого мира. И самое главное, что они думают, это во имя Христа все делают. И священники некоторые их крышуют, буквально крышуют. А это же растет человек, который не руководит собой. И получается, что это не герой, а головорез. Это очень легко превратиться в эту черную сотню, как перед революцией-то. А потом подряд все их выщищали до единого, ни одного живого нету. Но сегодня-то помогите и встать на ноги. Да, точно. Так и было все. Все повторяется. Да. А ну, надо было предложить, почему он не открылся-то. Мне уже там вставят, патриарх, он выставил фотографию, вот, но мог бы и лицо показать, как они засмеялись. Я думаю, приколею этот, глазок-то ваша, они посмеялись. В Москве? У него глазка нет. Ну, что смеяться-то? Я на периферии живу, и глазок, и у них все есть. У него программа, четко, вычерчено, найти какой-то компромат против меня. Я ему отвечаю, так, а он совершенно поворачивает, а вот сказали, он не понимает даже смысла сказанного. Я говорил архиереи до, с 27-го года, за годы Советского Союза, все до одного проходили через КГБ. Все до одного. И ставил при Совете по религиозным культам. Ну, в каждом городе, там выше, на пенсии генерал-майор, примерно, из КГБ. Он не слышит и не знает, а я заступаюсь, а вы поносите, это секты, у него все сбитое. Это молитвы вообще нету никакой. Человек молящийся, он ведет себя очень тихо. Он перед Богом, у него никакого понятия. Ну, мне известно, что такое молитва. Я батюшке как-то говорю, батюшка, вот я стал замечать, я сам-то не молчу. И вот после молитвы мне неохота не разговаривать, ничего. Я куда-то такую работу беру в тишине где-то и говорить даже тихо. Хотя я громко говорю, потому что плохо слышу, а у глухих всегда, я думаю, другие не думают даже, а привык громко говорить. А тут я какие-то еще минут 10 я хожу как бы в другой области, я не могу еще опуститься на землю. А здесь ничего нет. Они готовятся, уже собрались, как говорят, окодло. Ну что, я только молиться могу. Мы сразу стали молиться и сегодня. Бог силен, конечно, но на контакт я уже не пойду с ними. Вижу, что имя... прям страшный, не надо. Да. Душа болит, у меня уже 39, второй, мне прям плохо от них стало. Ну, вчера уже ночь, уже спать, у меня сна нет. Если у меня вот такое состояние, у меня сна вообще нет. Я только тогда молюсь всю ночь, я тогда не ложусь даже. А они-то не знают, он похохотал, обозвал и лег спать. Это грубое, плотское, иродовое сердце, племя. Он ничего не знает. И это попы виноваты, те, которые так называемое кормление, они их отравляют. А если бы узнал на исповеди, услышал такое, да ты же как можешь надеяться, хам окаянный, с такую черноту по эфиру распускаешь. Ты бы только слушал, вопрос задал и слушал, он тут же перебивает и свое давит, ему надо свое. А где кто что сказал против? Это провокаторы. Ну, я, тевчане, давайте вот это вот видео, если сейчас вы записываете, да, они бы объединили вот это вот, и делал бы там то, что они говорят, и вот нашу беседу как-то объединил, чтобы понятно людям было. Потому что у меня еще там тоже зашел ко мне в другую или есть человек, и он говорит, о, я увидел, я как-то и главы, если бы говорить, братья, сказать, и... Ну, то есть люди замечают, тоже им прям негодование такое. Ну, конечно. Мы даже представить не можем, когда были, ну, сейчас времена, говорят другие, а какие разные времена-то, такое же время. Я, допустим, дядя и племянник может разговаривать так, что мы двое с братом стоим, а брат священник, протоиерей, он говорит, ты можешь представить, что мы в свое время с нашим дядей Степаном, у меня есть Тихон Дмитриевич, это Степан Дмитриевич, чтобы мы разговаривали, мы вообще не разговаривали. Он нас и говорит, я голову опустил и стою только, думаю, как бы поскорее-то мне это убежать-то. Мы боялись, мы росли в другой атмосфере, жили в природе, и это не то, что даже невообразимо, как это можно разговаривать, так и наседать, он даже совершенно не чувствует, кто перед ним. Простая просьба, помолиться, он не понимает, помолчи минуту. Он тарахтит, он не может остановиться, он собой совершенно не руководит. И вот сатана там залез под язык его, балаболит и все. А я сижу, занимаюсь, еще толку-то заниматься, когда написано, первое, отвергни самого себя. А язык укоротить никто не может. Всякое естество с дверей птицы и языком начни управлять. Ну, бывает там такой охламон, рядом девчонка сидит, он перед ней надо показать себя героем, таким хватким парнем. Я знаю, какая причина-то у них. Тут, по-моему, еще на телефоне сколько было. Там одна причина, что нам не хотели, чтобы патриарх оборочили, выпилили и все, и больше ничего не надо было. А зачем? Патриарха оборочить и все, и достаточно этого было. Ну, и все, допустим, опорочил. Как ты опорочил-то? Нет, вот такой опорочить, я не знаю, я не видел, ни в одном виде в беседах наше, я не слышал, чтобы ни разу на какого-то патриарха вы меня не обличаете в общей массе, а так конкретно не говорили. Он добивается конкретно. Я говорю, ты веришь в это, что вот на иконе идут там ват, я не знаю, даже сказал мне, что тебе надо-то еще? Мы будем Богом командовать. Господь говорит, что мало спасающихся. Примени это и на ту сторону. И лютые волки. Никому Бог не говорил, только священству. Я об их бессердече, притча, шел мимо священник и прошел мимо, даже не остановился. Видит, израненный лежит, а мы идем по городу, и священник со мной рядом идет на занятия в университет и говорит, я все думал, почему Христос в притче такой недобрый образ вывел? Ну, сказал бы, и навстречу попался ему глава администрации, там, города. Нет, именно священник. Почему он такой жестокосердный-то был? Из Иерусалима отошел израильтянин. Он изограбленный и даже не притормозил нисколько. Они всегда такие же жестоковые имя. И вот они воспитывают под стать себе. А говорят, а сейчас рукополагают епископы, никого там не спрашивают, правильно, а кто рукополагает-то? Дальше это друг от друга. Те, которые были при Сталине. Вот уротого нет, этого Никодима, а от него Никодимовщина-то в России светет. Вот, один из Никодимов, это патриарх Кирилл, он другим не может быть, он его так воспитывал, выпускал мамлюки. Если бы он на Евангелии рос, на Святом Духе покорный ему, вопрос был бы другой, а их этому совершенно не учат. А вот в громе, ни в громе, ни в грохоте, ни в громе, ни в землетрясении Господь явился, а в тихом веянии ветра. Илии пророку так было показано. Видел ветер, раздирающийся скалы, и подумал, вот это да, Бог, он говорит, меня там нету. Землетрясения, скалы рушатся. Вот это да, вот это Бог, он говорит, и там меня нету. И вдруг тихое веяние ветра прохладного, и Бог сказал, я здесь. Это Москва, у них, видите, у них сейчас их ухи, может быть, я не знаю, откуда вот это у них. Они отчество отменили, сейчас уже по отчеству не называют они людей, какая бы она там ни была, или он там, 90-е ему там лет, его по имени, как американцы называют, да, вот по имени. Ну, как бы, в голове не вкладывается, как бы, это старшего тебе человека, и называть по имени. Ну, он не просто старше, а он больше, чем на полвека моложе. Вот со мной, когда разговаривают, здесь и сразу неудобно обращаться, скажите, как у вас величатели, вот в интернете постоянно это. Ну, конечно. А тут в жире разговаривают, видите, он ни разу не спрашивает, не знает, но в одном месте называет, то есть он знал. он думает, то ли унизит, а ты, говорит, хоть горшком меня назови, только в печень сажай. Ну, да, видимо, может быть, унизить, унизить, как-то, я отношу только то, что это, как вот нашесты, эти наши, там, от правительственных, там, тогда заблокировали, они посла Эстонии за памятник солдату, который они переносили, за могилу неизвестному солдату. Вот эти точно так же. Там нашесты, а тут анашесты. Вот они как раз и действуют. Я знаю, а их благословляют священники. Я абсолютно, на сто процентов это знаю. И это выставлено в интернете уже. Ну, я вот и покураю, вот он думает, там не только за, как его, за этот жжи его, да, выставили, как за вас, я думаю, что он вот прославляет вас, уже среди, среди людей прославляет. Ну, он что прославляет-то? Он везде, там подчеркивает дважды, и здесь свободный, Игнатий свободный, говорит то, что он думает. Он, эта душа его тоскует, эта душа в нем говорит. И об этом надо молиться. В нем талант до конца еще далеко-далеко не развит. И почему? Он все делал с оглядкой. И он сам говорит об этом. Игнатию наплевать, а мне не наплевать. Я думаю, что скажет такое-то, что владыка скажет, как это будет выглядеть. А вот как не так сказал, и как раз за это его и не похвалили. Боятся. Видите, у вас ведь талант такой, за вами пойдут люди, пойдут, если только заявят, и все, и люди, и вот этого очень боятся, и глядятся. Понятно. А я-то для них совершенно неуязвим. У меня ни должности, нет ничего. Я провернут, и они ничего не могут. Я говорю, в епархии местной Барнаульской я выступаю, четыре священника. Я говорил слово им один час десять минут. Без перерыва. Все осветил. И секретарь встал в епархию, Беляев, отец Сергий, и говорит, под каждым словом Игнатия Тихоновича я могу подписаться. Что еще доказывать-то? Я вот сейчас считаю на жерве последний там пульвер Маркова какая-то вот большой, а у вас отдых, большой человек говорит все верно, не боится правды. Должен сказать правду стало подвигом. Я сейчас, я раньше я раньше степически относилась к Андрею. Гураеву его было слишком много сейчас. Уважаю. Правильно царит сказал. Прямо мои мысли я озвучил. Вас так называли. Да. Прямо мои мысли я озвучил. Господь вывел вас из Содома и Гаморы. Только не оглядывайтесь. Все будет хорошо, если такие люди за вас молятся. То Андрею Гураеву на вывески люди о вас молятся, значит будет все хорошо. Мне говорят это он-то вам выдает рекламу, а ему-то это какая реклама-то? Когда ему говорят, что мнение людей в отношении его меняется из-за того, что наш ролик поставили. Наш ролик-то и его подхватил под руки и держит. Ну что, брат дорогой, отпускай меня. Да. спасите Христос. Увидимся. С Богом. Видишь как Господь усмотрел спрещу. И вчера с хулиганами тоже была к ним. Нам это не повредило нисколько. Ну а что сделаешь? Они такие. Не воздавим, Господь, а пощади и прости. Вот. Образал, что он сегодня смотрит. Слава тебе, Господи. Время полдесятого. Сегодня надо до двенадцати дотянуть, чтобы рождественскую ночь.